В 2018 году состоятся выборы президента России, а кандидаты на самое высокое кресло страны уже сейчас начинают суетиться, обещая своим избирателям золотые горы. Тем временем на первый план выходит никто иной, как Алексей Навальный, главный противник нынешнего президента. Так, стоп, а чем он лучше или хуже действующего руководителя? Давайте выяснять. Напомним, что все сказанное здесь является результатом опроса и голосования наших подписчиков в паблике ВК. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня у нас баттл Владимира Путина против Алексея Навальный. Раунд один. Общение с народом. Хороший руководитель в первую очередь должен наладить стабильный контакт со своими людьми. Владимир Путин это прекрасно понимает. Общаться с огромной аудиторией он научился еще в далеком 1989 году, когда после падения Берлинской стены будущий президент с помощью слов остановил охмелевшую пятитысячную толпу, не дав разнести здание резидентуры КГБ. Толпа наседает, крики. Путин говорит, вы знаете, я офицер, у меня 12 патронов. Один патрон я оставлю для себя, но выполняя свой долг я буду стрелять. Показательный момент произошел и во время войны в Чечне. Путин перед командирами армии произнес пламенную тираду и поставил рюмку на стол со словами. Мы обязательно выпьем за ним. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Совпадение или нет, но после этой речи российская армия начала диктовать правила игры своему сопернику. Однако общаться с народом нужно не только красиво, но и регулярно. Но, по крайней мере, чаще, чем раз в год. А что мы видим сейчас? Какая-то прямая линия в середине апреля и все. Какие бы три желания вы загадали, если бы поймали золотую рыбку? Да даже там Путин, чего уж греха-то, если не может дать гражданам полноценный ответ на вопросы, в первую очередь связанные с коррупцией. Владимир Владимирович, вас спросили о главных взяточниках страны и их детях, которые ведут теневой бизнес. Это, например, молодой Рутенберг, который бы просто подарили всех дальнобойщиков страны. Это молодые дети-чайки, которые ведут некий мутнейший бизнес, который надо расследовать на самом деле. А вы рассказываете о повышении ВВП и борьбе с терроризмом? Серьезно? Итоги в, прежде всего, в значительном увеличении доходов населения, в укреплении экономики, которая почти в два раза выросла, объем нашего ВВП вырос почти в два раза. Борьба с терроризмом, проявление которого мы еще не до конца побороли, но хребет точно переломили. Вот в чем итоги. Но не каждый же второй, кто смотрит прямую линию, идиот. Похоже, власть об этом начинает забывать, либо же на полном серьезе считает народ стадом баранов, которые пережует и проглотит всякую ересь, льющуюся из телевизора. Навальный, в отличие от своего оппонента, не чурается общаться с простыми людьми. Алексей каждый четверг проводит онлайн-трансляции на своем лайв-канале, а на основном выкладывает видео с разоблачениями чиновников. Кроме того, практически все свои штабы, даже те, которые находятся не в административных центрах, кандидат на пост президента открывал лично. Алексей Навальный настолько открыт, что посещает разнообразные мероприятия и живет повседневной жизнью без охраны. Это учебное заведение, в котором я учил. Американское? Так что неудивительно, что Навального уже два раза обливали зеленкой, притом последний раз получился настолько болезненным, что ему даже пришлось делать операцию, чтобы спасти зрение. Кроме того, он четко и доходчиво объясняет аудитории, какой бюджет у его фонда борьбы с коррупцией, откуда появляются эти деньги и куда идут. Теперь давайте посмотрим на реальные цифры, это всегда интереснее. На момент выпуска вот этого ролика 2844 человека делают нам ежемесячные автоматические пожертвования. И на этом мы собираем примерно полтора миллиона рублей в месяц. Как думаете, смог бы Путин внятно объяснить народу, почему Роснефть, руководство которой назначило правительство РФ, закупило икорнице по 83 тысячи рублей, а чайные ложки по несчастных 14 тысяч за штучку? Ответ, мы думаем, очевиден. Икорница за 83 тысячи рублей. Ну а что, доступная вещь. Всего лишь каких-то два месяца должен работать машинист электропоезда из Нижнего Тагила, чтобы приобрести такой стильный, необходимый в доме предмет. Благодаря открытости и близкому общению с людьми, Путин – 0 баллов, Навальный – 1 балл. Раунд 2. Опыт. Если вы ярый противник Путина, тогда вот вам причина пересмотреть отношения к Владимировичу. Экс-глава ФСБ принял страну после 90-х годов. Это было просто ужасное время. Война в Чечне, убитая напрочь олигархами экономика, напряженные отношения с Америкой и, в конце концов, отсутствие надежды на лучшую жизнь у населения. Но бывший разведчик сумел устоять перед всеми трудностями, в том числе и перед олигархами, которые с самого начала его президентской деятельности уверяли, что все дела в стране будут решать именно они. Когда я был председателем правительства, и когда Елесин объявил уже о том, что я буду баллотироваться президентом, некоторые из них пришли ко мне в кабинет, в Белый дом. Напротив сели и сказали, ну вы понимаете, что президентом здесь вы не будете никогда. Только вдумайтесь, в 90-е годы на трех новорожденных приходилось четверо умерших, а во многих случаях не просто умерших, а убитых. Алкоголизм и разгул бандитизма просто душил страну более 10 лет. Но с приходом Путина к власти ситуация изменилась просто кардинально. Количество людей, живущих за чертой бедности, за 10 лет сократилось с 42 до 12 миллионов, а показатели рождаемости всего за 3 года перевалили за 6 миллионов новорожденных. Нужно ли говорить, что Путин является не только самым влиятельным человеком огромной страны, но и одним из наиболее авторитетных людей на всей планете? Что касается Алексея Навального, то его политическая карьера началась в 2000 году. Именно тогда он вступил в партию Яблоко, став через 6 лет председателем ее московской ячейки. За этим следовало исключение Навального из Яблока за его националистические убеждения, создание собственной партии народ и, наконец, баллотирование мэра Москвы. Да, в жизни Алексея было много судебных разбирательств со властью, он наверняка знаком с сущностью прогнившей системы, которую абсолютно точно нужно менять. Судя по риторике Навального, кандидат в президенты намерен быстро и мощно сломать хребет этой самой системе. Однако это вряд ли возможно, да и нужно ли вообще. Не забывайте о примере соседней Украины, в которой также реформаторы захотели изменить все в одночасье, а в итоге несправедливое увольнение тысяч компетентных работников исполнительной и законодательной власти, притянутая за уши видимость реформ и смех над правителями во всем мире. Николай за всю историю Украины, Украина не мало такого уровня свободы. Но ведь трудно не согласиться такого уровня свободы Украина никогда не знала за все годы свои. Говоря откровенно, вряд ли Алексей Навальный на данный момент обладает теми знаниями и авторитетом, чтобы в корне поменять положение дел в государстве в лучшую сторону. Так что теория это конечно хорошо, но благодаря колоссальному опыту и реальным результатам, Путин 1 балл, Навальный 1 балл. Раунд 3. Цензура. Вспомните, какие темы сейчас делают главными на зомбоящике. Это проклятые пиндосы, ситуация на Украине, ну и на худой конец, утопающая в беженцах Европа. По федеральным каналам вы не увидите больших сюжетов о том, как молодые семьи регулярно оформляют субсидии на оплату ЖКХ, или скольким детям нужна дорогостоящая операция за рубежом, сделать которую в России просто не могут, поскольку нет нужного оборудования. И это при том, что Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в мире. Зато по телеку вам с радостью расскажут, что на антикоррупционные митинги вышло 3 школьника, причем явно проплаченных, объяснят, почему Америка перестанет безвозмездно помогать Украине, и посмеются над тем, как в той же Украине считают секунды до безвиза. Дескать, мы-то умные, а вот они... Вы же считаете уже секунды до безвиза. Ну секунды. Уже, уже. Ну посмотрите, посмотрите, даже есть табло. Последние минуты, посмотрите, сколько осталось. Как вы думаете, интересно ли адекватному среднестатистическому жителю условной Калужской области знать о том, сколько бабла наворовал Порошенко? Или, быть может, он был бы более рад услышать, что рядом с его домом правительство начнет делать дороги или газифицирует села? Ну или, по крайней мере, знать объективную информацию, пускай не радостную, но зато правдивую. И не о какой-то там другой стране. Но зачем это нужно? Ну не смешайте. Понятно, что полиция делала свою работу. Надо сказать, по возможности, деликатно. Как минимум, уж точно нежнее, чем это обычно происходит в США или ЕС. Полицейских вообще немного, ни одного автозака я не заметил. Из транспорта только велосипеды у полицейских. Лучше ведь показать, что там происходит, у этих самых, правда? И как раз проблему цензуры в СМИ, которые не секрет, что контролируются Кремлем, активно поднимает Алексей Навальный. Чуть менее года тому назад он даже участвовал в дебатах на эту тему с Владимиром Познером, который подтвердил, что действительно не может позвать к себе на передачу некоторых людей. Что есть ряд людей, которых не пускают на федеральный канал. Это не новость. Я это говорил не раз. Вы один из них. По крайней мере, на сегодняшний день. Ребята, да о чем тут можно вообще говорить, если один из наиболее залайканных комментариев под нашим постом ВКонтакте гласит Конечно, Путин, а то посадят. Ну да, все мы понимаем, что человек просто решил постебаться, но ведь в каждой шутке есть доля правды, а в обществе, где цензура отсутствует, такие мысли не могут приходить в голову в принципе, даже в виде шутки. Выводы делайте сами. Из-за абсолютно однобокого освещения проблем большими СМИ Путин один балл, Навальный два балла. Раунд четыре. Респект. Что? Еще один раунд? Но, скорее всего, это какой-то заговор. Нет-нет, это не заговор. Выбор человека на пост президента серьезное решение. А если серьезно, я думаю, вы поймете, почему мы так сделали. Просто досмотрите это видео до конца. Несмотря на отсутствие должного уровня общения с народом, политику Владимира Путина поддерживает две трети избирателей. Это связано с его, без сомнения, значительными достижениями, о которых мы упоминали ранее, а также с огромным авторитетом Владимира Владимировича в мировом сообществе. Наверняка Путина недолюбливает значительная часть высокопоставленных иностранцев, с которыми он когда-либо пересекался. Но что за бугром, что в пределах Российской Федерации бывшего разведчика уважают практически все? Авторитетное издание The Wall Street Journal отмечало, что двухмиллиардный Китай уважает Путина за его бесстрашие перед западным миром. Да даже в тех же штатах российский президент входит в топ-10 самых уважаемых людей. Можно не сомневаться, что со страной, которая имеет такого руководителя, хочешь не хочешь, но считаться придет совсем и каждому. А теперь вдумайтесь, более половины населения в 140-миллионной страны не знает, кто такой Алексей Навальный. О каком же уважении со стороны западных, да и восточных стран может идти речь, если в твоей стране каждый второй не знает твоего же президента? Возможно, все дело в вышеупомянутой цензуре. Не будем это ни опровергать, ни подтверждать. Но ясно одно, Алексей замахнулся слишком высоко. Ему бы для начала занять какой-то пост пониже и своими действиями изо дня в день показывать, что он может стать руководителем огромной страны. Вспомните, Путин ведь не сразу занял президентское кресло, а шел к этому очень долго и методично. Так что Путин 2 балла, Навальный 2 балла. Исход этого батла получился именно таким, поскольку изначально 75% наших зрителей отдали свои голоса именно за Владимира Владимировича. Но спустя неделю сторонники Навального обернули результаты голосования полностью в свою пользу. И счет стал 60 на 40. Что ж, мы думаем, что вы сделаете для себя какие-то выводы сами, без нас. В прошлом батле была аналогичная ситуация, и вы посчитали ту победу несправедливой. Поэтому сейчас ничья. Вы согласны с таким исходом схватки? Как думаете, матерый волк заслуживает того, чтобы еще 6 лет управлять баркасом под названием Россия? Или сейчас самое время для того, чтобы в Кремль вошел человек с новыми мыслями и видением ситуации? Пишите свое мнение в комментариях.